Прямо сейчас в отеле Хилтон проходит ежегодная премия Человек Года. 43 номинанта в 8 разных категориях отстаивают свое право называться Главным Человеком Года. На месте сейчас находится моя коллега Елизавета Курочкина, она на связи со студией. Лиза, тебе слово. Ольга, добрый вечер. Если быть точнее всего, номинации 9, последняя, как раз самая главная, Человек Года. Что касается остальных номинаций, их 8. Это Банкир Года, Лучший интернет-проект, Ресторатор Года, Застройщик Года, Телеком, Прорыв Года, Культура и Молодой предприниматель Года. В каждой из них также будет объявлен свой победитель. Теперь расскажу немного о самой премии. Проводится она уже шестой год. Это независимый региональный конкурс, оценивают там всех конкурсантов, определяют победителя, представители, эксперты, бизнес, сообщества нашего города. Рядом со мной сейчас находится директор бизнес-портала «Деловой квартал». Юлия Кокушина. Юлия, добрый вечер. Расскажите подробнее о премии. Как появилась такая идея? Так как портал у нас пишет о бизнесе и для бизнеса, и появилась идея о тех, кто делает бизнес в Красноярске, наградить. Потому что у каждого есть достижения за год, есть свои успехи, и мы считаем, что не всегда награды получают те, кто дает нам рабочие места и платит налоги. Именно поэтому мы решили это премию сделать, поэтому по итогам года ее вручают. То есть, получается, красноярцы должны знать своих героев в лицах? Да, и красноярцы, и бизнес должны знать. Спасибо большое, Юлия. Я отмечу, церемония вручения, церемония определения победителя только началась. Я отмечу, что в номинации «Культура» участвует один из самых ярких и необычных культурных проектов нашего города – «Театр на крыше». А в номинации «Лучший интернет-проект информационное агентство ТВК6.ру». Пока победители неизвестны, но в любом случае желаем удачи нашим коллегам. Ольга. Держим кулачки. Спасибо, Лиза. Это было прямое включение с церемонии вручения премии «Человек года».